Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем цикл бесед по посланию колоссянам святаго апостола Павла. Это всего четыре главы, но с Божьей помощью мы постараемся изучить этот бесценный материал. Надо сказать, что послание к колоссянам – это одно из тюремных посланий апостола Павла. Апостол Павел написал четыре послания из тюрьмы. Это послание к эфесянам, послание к филиппийцам, послание к филимону и послание к колоссянам. В самих текстах этих посланий мы обнаруживаем соответствующие отсылки. В послании к эфесянам это третья глава, первый стих, четвертая глава, первый стих, шестая глава, двадцатый стих, послание к филиппийцам, это первая глава, седьмой стих, с двенадцатого стиха по семнадцатой первой главы, послание к филимону, первая глава, десятый, тринадцатый, двадцатый, третий стих, а послание к колоссянам, отсылки к тому, что оно написано было в тюрьме, это четвертая глава, третий и десятый и восемнадцатый стих. Почему мы обращаем на это внимание? Отцы церкви считали, что послания, которые написаны в вузах, в тюрьме, они обладают мощнейшей духовной силой. Даже если речь идет, например, о письме человека, который посажен за какие-то преступления, тут, конечно, мы не можем говорить о духовной силе, но некая нравственная составляющая присутствует, потому что любой человек, который несет наказание, то есть уже несет наказание за свои преступления, это человек, который как бы несет эпитимию. А если человек страдает за Христа, то это, конечно, к славе и прославлению такого человека. И все, что пишется из уз, гонимыми за Христа, это богатство церкви. И блаженный Феофилакт болгарский писал, «Все послания Павла святы, но особенно те, которые он рассылал, находясь в вузах. Он посылал их, как полководец во время сражения, вполне уверенный в победе. И сам Павел считал это великим и славным. Ибо когда пишет к Филимону, он говорит, которого родил я в вузах моих, сказал же это для того, чтобы и мы не сокрушались в бедствиях, а скорее считали их за честь». Таких посланий много к офесянам, к Филимону, Тимофею, к филиппийцам, и это к колоссянам. Все они написаны в вузах. Что мы знаем об этом городе Колоссы? Город Колоссы и основание церкви в Колоссах. Сам город Колоссы в азиатской области Фригии, в долине реки Лика, во времена апостола Павла находился довольно большой город Колоссы в этой местности. В последующее время имя этого города исчезает из истории, и на месте его появляется небольшой город Хоны, в котором в VIII веке совершилось известное чудо архангела Михаила. «Это был город богатый и стоял на дороге, ведший из глубины Азии в Эфес, представлявший собою религиозный центр Малой Азии». Такую информацию мы находим в православной толковой Библии. Также в православной толковой Библии преемников Лопухина уточняется, о месте и времени написания этого послания. Послание Колоссянам написано апостолом из римских уз, именно из первых его уз от весны 1962 года до весны 1964 года. Объясняя повод и цель написания послания, экзегеты в толковой Библии пишут, к апостолу Павлу в Рим явился основатель Колосской церкви и по фраз, чтобы испросить у апостола советов по поводу угрожавшего Колосской церкви лжеучения. «Это лжеучение могло увлечь колосских христиан». Что это было за лжеучение? О том сказано в заключении толкования на вторую главу нашего послания. Конец цитаты. То есть это послание является ответом на некое лжеучение. Если хотите, это учебник сектоведения апостольских времен, который подсказывает нам, как вести полемику с еретиками и сектантами. Ну, никакого сбора компромата на сектантов тут нет. Попытки бросить их в руки римских властей, ну, то, что называется, стукачество, здесь этого тоже нет. Апостолы умели отделять человека от его заблуждений. И если мы внимательно читаем Апокалипсис, обращение к семи церквам, мы видим, что в каждой церкви были какие-то духовные недуги. И даже было проявление не только ереси, но и язычества. Однако Господь, Христос, очень бережно общался даже с такими персонажами, как Изавель, новозаветный Изавель, которая водила в заблуждение народ Божий, то, что написано в Апокалипсисе, и Господь не сразу ее наказывает. Сначала посылает ей недуги, чтобы она задумалась, потом она оказывается больная на кровати, чтобы она пришла в себя, потом наказание идет к ее детям, чтобы она задалась бы вопросом, почему это происходит. То есть Бог бережно обращается даже со ступниками от истинной веры, тем более с еретиками или раскольниками. Например, святитель Иоанн Златоуст дает совет, как надо обличать упорного еретика. Он пишет «Без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему, ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер, если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру, а если он умер, то тем более. Почему? Потому что он своему Господеве стоит или падает, не находясь более под властью человеческой». Итак, мы видим, что святитель Иоанн настаивает на том, что надо оказывать искреннюю истинную любовь даже к заблудшему еретику. Но когда мы анализируем содержание вот этого послания первоверховного апостола Павла Колоссяном, здесь мы, конечно, в первую очередь видим его заботу о тех верных, которые могли бы увлечься этими заблуждениями, и Павел пишет это послание, чтобы они одумались и не проявляли интереса никаким ересям и сектантским измышлениям. Итак, послание начинается словами «Павел волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей брат». Мы видим здесь, что апостол Павел подчеркивает, что он апостол не собственным самосвятством, а волею Божию. И действительно, когда, будучи еще савлом, он пламенел угрозами и убийствами на христиан, Господь останавливает его на пути из Иерусалима в Дамаск и волею Своею призывает его на апостольское служение. «Павел волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей брат его». И Тимофей брат, здесь кратко говорит Павел, но понятно, это брат во Христе, то есть Павел ставит себя на один уровень со своим соработником, который был на послушании при нем. Это урок для нас, ибо и сам Христос пришел в этот мир не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы послужить нам самим. И мы знаем, как на Тайной Вечере он влил воды в умывальницу, припоясался и омывал ноги своим ученикам. Павел, волею Божию, апостолы Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. приставившись, он сообщает, какому адресату написано это послание. Здесь обращают на себя внимание вот эти слова, находящимся в колоссах святым и верным. Здесь эти слова святой и верный, они как бы взаимодополняющие, то есть нельзя быть святым без верности, то есть без постоянства святости, и нельзя быть по-настоящему верным в своем служении перед Богом, перед Церковью, если не силой святости. Братьям во Христе Иисусе он уже назвал братом Тимофея, молодого человека, юношу. Кстати, Тимофей был дальний родственник апостола Павла, а тут он называет братьями всех верующих из колосс. Братьям во Христе Иисусе благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Здесь апостол Павел показывает, что источником мира является не организацией объединенных наций, не Евросоюз, не Соединенные Штаты Америки, даже не Российская Федерация, источником подлинного, а не иллюзорного мира является «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Вот подлинный источник мира. Это Бог Отец и Его Сын Господь наш Иисус Христос. Имеется в виду мир, который обнаружившись в наших сердцах дает нам радость, отдохновение и свободы от любой конфликтности. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего и Иисуса Христа, всегда молясь о вас». То есть в сердце апостола Павла были самые разные христиане и в том числе те, с которыми он не был лично знаком. Апостол Павел не был в колоссах сам. Он получил всю информацию от своего соработника, о котором мы уже говорили. В толковой православной Библии дается следующее объяснение. Апостол говорит, что состояние веры и жизни колосских христиан производит на наблюдателя отрадные впечатления. Об этом сообщает ему эпофраз. Эпофраз – это как раз тот, который рассказал Павлу об общей ситуации. Апостол молится о том, чтобы колоссяне еще более усовершились в христианской жизни и познании. И благодарит Бога за совершенное им дело нашего спасения. Действительно, дело спасения совершается всегда только им, самим Господом Иисусом Христом. И в ярких чертах изображает величие лица Господа Иисуса Христа нашего Спасителя. Это содержание этой главы, ее начало до 14 стиха. Чтобы отсечь для колосских еретиков всякую возможность обольщать колосских христиан своим учением об ионах, которые будто бы равны Христу, апостол раскрывает учение о Христе как о Боге без отношения к Его воплощению. Об этом нам сообщает первая глава с 15 по 17 стих. А потом он свидетельствует о Христе как о Бога человеке, то есть истинном Боге и истинном человеке. Это первая глава с 18 по 20 стих. Напоминая при этом, что и колоссяне обязаны своим спасением только Христу. С 21 по 23 стих первой главы послания колоссянам. В заключение первой главы апостол высказывает взгляд на свои страдания, которые он несет, как проповедник христианства. Говорит он об этих страданиях потому, что их плодами будут пользоваться всегда колоссяне, как и другие христиане. И далее мы читаем послание с 4 стиха по 7 стих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования». Итак, здесь он говорит о том, что он услышал о вере колосских христиан во Христа Иисуса и о их любви ко всем святым, то есть ко всему христианскому миру. Нельзя по-настоящему верить во Иисуса Христа, не соединяя эту веру с любовью к народу Божию. Святыми называются здесь все христиане в целом и те, которые в дальнейшем стали святыми, и те, которые не стали, ну, в смысле человеческой канонизации. Каждый христианин, он переживает состояние святости всякий раз, когда приступает к телу и крови Иисуса Христа. И Церковь и приглашает нас к этому таинству со словами «Святая святым». Итак, вера и любовь ко святым, вера во Христа и любовь ко всем святым должна раскрываться в надежде на уготованное нам на небесах. И апостол Павел уточняет, о чем вы прежде слышали в истинном слове «благовествование». Слово «благовествование» это и есть Евангелие. И апостол Павел часто говорит о благовествовании, то есть о неком Евангелии, и возникает вопрос, какое Евангелие он имеет в виду. Иногда он говорит прямо о своем благовествовании. Он имеет в виду Евангелие от Луки, Евангелие от Луки – это и есть записанное благовестование апостола Павла, которое было записано его сотрудником и верным учеником, евангелистом и апостолом из числа 70 Лукою. И когда он говорит «которые пребывают у вас», он имеет в виду, что текст этого Евангелия уже находится у колосских христиан, как и во всем мире, то есть в Эйкумене это Евангелие, оно быстро распространялось в христианском мире, понятно, что не в языческом. «Который пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Оказывается, слово Евангелие должно приносить плод и возрастать в жизни каждого из нас. Далее, седьмой-восьмой стих. «Как и научились от Ипофраса» – скорее всего, Ипофрас и доставил благоествование Павла в колоссы – «возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе». В действительности, как я уже сказал, это послание – это как бы пример некого сектоведения времен апостолов. Оно писалось по поводу тех заблуждений, которые обнаружились в колоссской общине. Но смотрите, как хорошо Павел пишет о колосских христианах. Почему он так поступает? Потому что, если кто-то хочет сказать какие-то слова в разумлении или даже обличения, он сначала должен сказать слова ободрения. Как я уже сказал, если мы анализируем слова Христа, сказанные каждой из семи церквей Апокалипсиса, то почти в каждом слове содержится критика этих церквей, в том числе и самая решительная. Но в то же время Христос находит доброе слово почти для всех семи церквей Апокалипсиса, кроме последней – Ладыкийской. Но и для нее находится решение, как бы она смогла бы исправиться и усовершенствоваться. «Поистине, как учил Ава Дорофей, даже не подходи к другому человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления». К сожалению, сейчас многие православные не просто обличают друг друга, но даже позоривают друг друга. Здесь начинаешь сомневаться, а можно ли считать таковых православными христианами, или лучше в таком случае слово «православный» поставить в кавычки и под большим вопросом. В толковой православной Библии говорится, «Апостол благодарит Бога за то, что колосяне сохраняют веру в Иисуса Христа и любовь ко всем верующим, что они питают надежду на будущее небесное блаженство». Об этом будущем небесном блаженстве апостол Петр, 1 Петра 1.4, говорит о чем-то таком, что уготовано для нас, не обещано, а уже приготовлено. В истинном слове благовествования апостол этим утверждает авторитет просветителей колосян светом Евангелия. Эти просветители сообщили им правильное понятие о христианстве через распространение списков святых Евангелий, и в данном случае, возможно, именно Евангелие от Луки, которое, по сути дела, является Евангелием от апостола Павла. «Как и во всем мире, пишет апостол Павел, желая выставить на вид величие истинного христианства и ничтожество колосянского лжеучения». Если Евангелие благорестуется во всем мире, как и во всем мире, это мы прочитали у Павла, то заблуждение – это что-то такое всегда фрагментальное, которое не имеет кафолического распространения. «Желая выставить на вид величие истинного христианства и ничтожество колосянского лжеучения, апостол говорит, что вера Христова распространилась уже по всему миру и повсюду приносит добрые плоды, привлекая к себе все новых и новых исповедников». Но то, что мы прочитали, возрастает. То есть эта вера, она возрастает, усиливается и приносит соответствующие плоды. Главным просветителем колосян является сотрудник апостола Павла Эпофраз. Он много способствовал правильному христианскому развитию колосских христиан. «Их любви в духе», что подчеркивает апостол Павел. Конечно, к тому времени Евангелие от Луки, может быть, и не было оформлено в окончательной редакции, но именно это Евангелие проповедовал Павел, и это Евангелие Павла, то, что записал его секретарь и соработник, евангелист Лука. И Эпофраз, который был тоже соработником апостола Павла, он доносил это благовествование, это Евангелие до христиан колосс. А мы знаем, что именно в Евангелии от Луки содержатся целые фрагменты, которые исходят из сердца Пресвятой Девы Марии, ибо события зачатия Христа, благовещения, события, связанные с его Рождеством, все эти события она слагала в своем сердце, как несколько раз подчеркивает евангелист Лука, чтобы потом, конечно, поведать апостолам, и она поведала Павлу. И по преданию Павел больше других общался с Пресвятой Девой Марией, если, конечно, не считать Иоанна Богослова, у которого она просто жила. И в Евангелии от Луки, то есть в Евангелии от Павла, значительно больше свидетельств самой Пресвятой Девы Марии. И о зачатии Христа, и о рождении Христа, и о его детстве, когда 12-летним мальчиком он оказался в Иерусалиме, и близкие его потеряли его там. В прочитанном тексте говорится и о любви колосян к Павлу. И о любви к христианам вообще сказано уже в 4-м стихе, на что мы обращали внимание, эту любовь ко всем святым. «Любовь эта имеет опору в Духе Святом, и потому тверда и нелицемерна». Конец цитаты. Что значит «любовь Божия, она имеет опору в Духе Святом»? Апостол Павел пишет, что «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». И в понимании многих авторитетных отцов в Церкви, Дух Святой – это и есть божественная любовь. Любовь Бога Отца к Богу Сыну, любовь Бога Сына к Богу Отцу в единстве с третьей ипостасией Святой Троицы, ипостаси самого Духа Святаго, собственное имя которого – любовь. Как Сыну Божию усвояется собственное наименование «сын», «слово», «логос», так и Духу Святому, чрез апостола Павла, усвояется наименование «любовь». Есть, кстати, два наименования, которые были и у Сына, и у Духа. Это утешитель Параклитос. Помните, как сам Христос говорит, «другого утешителя пошлет вам Отец». Он имеет в виду то, что он как бы говорит, «я сейчас утешаю вас словами евангельской вести, но будет другой утешитель, Дух Святой, который напомнит вам все, что я говорил вам, и научит, и наставит вас во всякой правде». И далее мы читаем с 9 по 11 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали», то есть как только от сотрудника Павла из Колос, они услышали, что там есть какие-то проблемы, «не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его, то есть Господа, во всякой премудрости и разумении духовном». Если он начинает молиться об усилении их познания, то речь идёт о неком пробеле, который возник в их сердцах. Вы видите, какими кроткими, любопильными словами апостол Павел подходит к теме тех проблем, которые там возникли. Он не начинает с каких-то обличений, с каких-то анафием, с каких-то отлучений. Он чужд этому. Святитель Иоанн Златоуст называл апостола Павла «арфой духа святаго». А если дух святой – это дух любви, то Павел, исполненный этой любовью, не мог говорить иначе. Именно перу Павла принадлежит текст первое послание Коринфянам, 13 глава, известный гимн любви. Поэтому не надо удивляться, что он так спокойно общается с людьми, которые нуждаются в неком исправлении, в разумлении. Не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялися познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Здесь мы обращаем внимание на следующее его наставление. Верующие должны поступать достойно Бога. Но если наш Бог – это Бог, о котором сказано, Бог есть любовь, то это означает, что в православии, как минимум, средства не оправдываются целью. Напротив, средства показывают, то ли мы приближаемся к нашей цели, ко Христу, то ли бесконечно удаляемся от Него. Как сказано в 13 главе первого послания Коринфянам, имеешь всю веру и всё познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. «Укрепляясь», 11 стих, «всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». То есть, когда мы поступаем достойно Бога, как пишет Павел, возрастая в познание Бога, как следствие, мы начинаем укрепляться всякой силой по могуществу славы Его, то есть Бога, во всяком терпении и великодушии с радостью. И 12 стих апостол Павел восклицает, «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Здесь такая немножко сложная конструкция, «благодаря Бога и Отца». А разве Бог не Отец? Конечно, Отец. Почему же он так говорит? Потому что Бог – это не только Отец. Это Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому он и говорит, «благодаря Бога и Отца». Но, с другой стороны, здесь следующий смысл. Бог для нас – это не просто Творец, это еще и любящий нас Отец. И мы любим Его и прославляем не только как Творца и Хозяина этого мира по праву Творца, но и как Отца, которого мы, как чадо Его, возлюбили. Феодорит Кирский пишет «Писнословим же человеколюбивого владыку, что нас, недостойных, соделал причастниками света святых». Под видом благодарения апостол опять показывает «неизреченность, Божие человеколюбие и величие Божие о нас домостроительство». Ведь здесь он оканчивает 12 стих словами «к участию в наследие святых во свете». «Все святые пребывают во свете», имеется в виду свет Христов. Ибо, как часто я объясняю, святой не является источником света, как луна она не является источником света, она отражает свет Солнца и только в той мере, в какой он падает на нее. Поэтому есть разные фазы луны, есть разные типы святости. И святой призван к тому, чтобы отразить свет Христов в этой жизни. А так как через таинство церкви мы все переживаем состояние святости, так или иначе, мы должны делиться этой радостью с другими людьми. Далее говорится о Боге. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». То есть мы верим в Бога, который избавил нас от власти тьмы. Власть тьмы – это власть дьявола, власть греха и власть страха смерти, которые парализуют нас, эти ужасы, когда мы боимся, что мы не выберемся из состояния греха, что дьявол огончательно одолеет нас, когда мы испытываем ужас перед смертью, будучи неготовыми к встрече с Богом на страшном суде. Феодорит Кирский пишет, «Властью темной апостол называет владычество дьявола, а сыном любви нарек владыку Христа, научая, что возлюблен он отцу не как тварь и раб, но как сын, ибо он не сын любви, Христос не сын любви, пишет Феодорит Кирский, но сын возлюбленный, то есть истинный, так наименовал Исаака, сказано, пойми сына твоего возлюбленного, это Бытие 22.2, то есть возьми сына твоего возлюбленного, то есть искреннего, который тебе дороже других. И 14 стих, в котором, то есть во Христе, в Господе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Действительно, в Господе нашем Иисусе Христе в Его крови мы переживаем искупление как акт прощения наших грехов, потому что в результате этого искупления мы переживаем не просто Божье милосердие или Божье прощение, а именно Божье оправдание, то есть такое всецелое избавление нас от греха, когда мы предстаем перед Богом, как никогда не согрешившее. Как и у пророка Исаия в первой главе сказано, если грехи ваши как багряные, как снег убелю, как пурпур очищу. Далее о Христе говорится, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Почему о Христе сказано, что Он есть образ Бога невидимого? В Библии сказано, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Но воплощенный Бог, Сын Божий, который воплотился, Он явил нам, показал нам характер Бога Отца, раскрыл Его образ в тех намерениях, которые Бог Отец имеет по отношению к нам. И мы все помним, когда один из апостолов сказал, покажи нам Отца и довольна, на что Христос сказал, сколько я с вами и вы не видите, видевший меня видел и Отца. Который, то есть Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Что значит прежде всякой твари? Это имеется в виду предвечное рождение, которое не имеет начала и не имеет никакого конца, потому что оно прежде сотворения твари, прежде созидания мира из небытия в бытие. Блаженный Августин пишет, значит, может существовать некий образ, в котором также присутствует сходство, как в родителях и детях обнаруживалось бы сходство и подобие, и отражение друг друга, если бы отсутствовала временная разница. Ведь подобие сына произошло от родителя, так что справедливо он называется образом, но поскольку в Боге отсутствует такое условие, как время, в самом деле нельзя же представить, что Бог породил сына, посредством которого он сотворил времена во времени. Отсюда следует не только то, что сын есть его образ, так как от него происходит и подобие, так как образом и то, что сходство столь велико, что временная разница не является препятствием. Конец цитаты. Блажен Августин соглашается с тем, что видевший Христа видел и Отца. Далее мы читаем 16 и 17 стих. Ибо им, то есть Христом, который есть образ Бога невидимого, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им, то есть Христом и для него, то есть для Христа создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Немецкий богослов Карл Барт однажды произнес блестящую фразу, он сказал, что Христос, который сказал о себе я из Альфа и Омега, начало и конец, он есть подлинный смысл человеческой истории. Действительно все создано им и для него. Все им стоит и существует. Блаженный Августин восклицает, он сам Христос согласно Евангелию сказал прежде Авраама аз есть. Вслушайтесь, вчитайтесь, мало того, что прежде Авраама он Христос творец, прежде Адама творец, прежде неба и земли Христос творец, прежде всех ангелов и всякого создания духовного, престолов, господств, начальств и властей прежде всего и вся он творец. Конец цитаты. Но кто-то может возразить, а разве Бог Отец ничего не сотворил, если все творит Сын? Давайте вспомним. Бог Отец творит мир своим словом. Помните первая глава книги Бытия? И сказал Бог, и сказал Бог, Бог Отец творит весь мир словом, то есть логосом Сыном и действием Духа Святаго, который носился, парил над водами в действие сотворения мира. Таким образом, вся Святая Троица есть причина существования этого мира, его возникновения и его конечная цель. 18 стих апостол Павел пишет о Христе. Он есть глава тела Церкви. Христос подлинный глава Церкви, истинный глава Церкви, сущностный глава Церкви, который является его телом. церкви. никакой патриарх, никакой Папа Римский, никакой там архиепископ или митрополит, каждый из которых является частью тела Христова, то есть тела Церкви, не может объявлять себя главой Церкви в сущностном смысле. Таковой может являться главой Церкви поместной в том смысле, что он управляет церковными делами ко благу народа Божия и по поручению народа Божия. И только Христос, и Он есть, и Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Вот тут сразу все непонятно, как Он может быть первенцем из мертвых. Разве Лазарь не воскрес до воскресения Христова? Разве Сын Наинской вдовы не был воскрешен самим же Христом до собственного воскресения? И чтобы мы не запутались, Павел пишет, Он начаток, и потом сказав, что Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. О чем это? О том, что то воскресение из мертвых, которое переживает Христос, на это обращает внимание святитель Феофан Затворник в своих толкованиях на послание апостола Павла, это новый формат воскресения, потому что сын Наинской вдовы воскрес, но потом он умер, конечно же, Лазарь воскрес, но он тоже умер, а Христос воскрес, воскрес, никогда не умрет, воскресший Христос проходит сквозь двери сионской горницы, и в то же время он показывает, что он не дух, он имеет и плоть и вкушает пищу на берегу озера вместе с учениками. Он начаток, то есть в себе самом он являет то, что ожидает нас, которые тоже из плоти, из костей и из крови, потому что восприняв нашу природу, Христос обожил ее, совершил дело обожествления этой природы, ибо именно о Христе сказано, что в нем полнота и полнота божества телесна. И если он воскрес, то воскреснем и мы, потому что все, что он делает нас ради человек и нашего ради спасения, как первенец, он проецирует это на нас, которые пойдут путем первенца. И второе послание Коринфянам, 4 глава, 13-14 стих, первоверховный апостол Павел пишет, «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса, то есть Бог Отец, воскресит через Иисуса и нас, Христос, первый, потом мы за Ним, и нас и поставит перед собою с вами». Где место верующих, святых в Царстве Бога? Если мы тело Христово, то наше место одесную Бога Отца, куда и воссел Христос в человеческом теле, что позволило апостолу Павлу сказать, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах одесную Бога Отца. И теперь мы смотрим то, что написано далее, 19-20 стих, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, в Сыне Отца, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, то есть через Христа, кровью креста Его и земное, и небесное». Здесь немножко непонятно. А разве в Боге Сыне не присутствует вся та полнота, которая есть и в Боге Отце, и в Боге Духе Святом? Да. Но Христос воспринял нашу природу, и Он сообщил нашей природе полноту божественного бытия, силой Своей крови. Как мы здесь прочитали, что Он примирил Собою все, умиротворив кровью креста и земное, и небесное. То есть Он примиряет нас с ангелами, когда принимает нашу человеческую плоть, и то, что являлось для нас, как бы нашим несовершенством, человеческая плоть, становится нашим преимуществом, потому что, когда Он принял нашу плоть, все мы соделались Его сателесниками, о чем настаивает Григорий Низкий, а Он стал нашим сателесником, что позволило апостолу Павлу сказать, что Христос подобен нам во всем, кроме греха. И вас, 21-22 стих, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плати Его, то есть Бог Отец примиряет нас собою, в теле плати Сына Своего, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Как Бог Отец может представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою? Потому что после того, как Христос воссел одесную Бога Отца после своего вознесения на небо в человеческом теле, Бог Отец смотрит на мир людей через раны своего Сына и видит нас не просто помилованными, не просто прощенными, но оправданными. То, что здесь пишет Павел, ныне, то есть Бог Отец примирил в теле плоти его, то есть своего Сына, смертью его, то есть смертью Сына, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. И далее мы читаем 23 стих. Если только пребываете тверды, то есть то, что мы вознесены на такую высоту, требует от нас как минимум некой твердости, чтобы нам сохранить высоту этого достоинства. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благоествования, то есть от евангельской надежды, от Евангелия, который сообщает нам эту надежду, которую вы слышали, это значит, что сотрудник Павла мог принести не только текст, но и читать его, так как в античном мире была такая система, античный мир считается, это мир произносящегося слова, это мир, когда живое слово, вот если брать средневековый мир, то это мир книжный, в отличие от античного, где не просто создавали книги, а создавалась система прочтения этих книг, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благоествования, которое вы слышали, то есть уже слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, поэтому Христос и послал апостолов идти проповедовать до пределов земли, которого я, Павел, сделался служителем, то есть вот это благоествование Павла, оно стало распространяться и потом действительно распространилось по всему миру, но кто же не знает Евангелие от Луки. Далее, 24-25 «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его». Вот здесь он говорит о том, что он в узах, которая, то есть тело его есть церковь. Таким образом, мученики церкви, они как бы восполняют наш общий недостаток. И Павел здесь воспринимает себя служителем церкви, 25 стих, «Который сделался я служителем по домостроительству Божию», то есть я был включен в план спасения мира, то, что называется домостроительство Божие, «веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». А Слово Божие было «Идите и проповедуйте». И далее 26 по 29 стих «Тайну сокрытую от веков и родов», то есть в ветхозаветные времена эта тайна была сокрыта, она была неявна даже для самих ветхозаветных людей. Например, пророку Даниила, пророку Даниилу было сказано «не пытайся вникнуть, это относится не к твоему времени». «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его», то есть всем христианам, «которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая, то есть эта тайна, есть Христос в вас». Вот в чем заключается вся тайна христианской веры, это абсолютное убеждение, что мы во Христе и со Христом. Со Христом значит Он в нас, как и сказано в Новом Совете, верую вселиться Христу в сердца ваши. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, то есть силой Христа, не своей собственной силой, действующей во мне могущественно». Вы видите, Бог может действовать в каждом из нас силой своего могущества. Но этот сложный текст с 26 по 29 особенно вот этот фрагмент, поэтому я прочитаю еще перевод известного библеиста господина Десницкого. 26 стих. «Это таинство было сокрыто прежде сотворения мира и людей, то есть в нее не могли проникнуть ангелы прежде сотворения мира, и людей, и люди, которые жили в ветхозаветные времена. А теперь оно, то есть это таинство Евангелия, стало известно его святому народу, то есть всем христианам». 27 стих. «Бог пожелал показать им все славное величие этого таинства на благо язычникам», то есть не только иудеям, но и язычникам. «Христос дает вам надежду на будущую славу». Ведь это послание пишется для христиан города Колосс, а там в основном христиане были язычники, римляне, сирийцы, греки. Эллины. 28 стих. «Именно его, то есть Христа, мы и возвещаем, и так вразумляем всякого человека, всякого человека обучаем, всякой мудрости, чтобы всякий человек пришел ко Христу совершенным». И 29 стих, последний стих этой главы, «Ради этого и я старательно участвую в состязании, так во мне проявляется действие его силы». Под состязанием он подразумевает вот этот спор, который оформлен в такие слова любви, что это не похоже ни на какое сектоведение. «Хотя смысл и цель написания этого послания обличение человеческих заблуждений». Итак, сегодня мы с вами, друзья, рассмотрели содержание первой главы послания Колоссянам первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вторую главу этого послания. Продолжение следует...